всем привет и сегодня у нас вторая часть по суп-пайку на первой на первой части мы его покажем мы его только распаковывали но сегодня мы будем в общем то пробовать то что в нем смотреть что еще вон там внутри что-то внутри у него ну и конечно ставьте лайки подписывайтесь на канал мы начинаем распаковывать будем помощи ножа материал твердый трудно очень трудно разрезается не рвется вот разрезали сейчас достанем в очередь вот снеданок здесь у нас видно даже что консервы здесь вечеря вечеря обид и снеданок вот это вот откладываем а вот это сейчас сейчас разрежет и вот что здесь как мы видим здесь есть здесь есть 4 упаковки сахара цукор ну вот здесь еще кофе ложка еще есть консерва паштет еще есть паштет рысова кашу и печенье печенье это кашу и также печенье галеты и печенье галеты также еще здесь имеется здесь волога сервятка ложка обычная пасмасовая и суфи и суфи с 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 и ну сейчас мы все это в общем то попробуем мы это все потом попробуем а для начала мы распакуем еще второе это пусть здесь вот лежит и обид достаем еще не сначала мы чем-то снеданочек будем пробовать снеданок попробуем сейчас но для этого для начала нужно разогреть концерт нужно кашу давай кашу разогреем кашу откроем и разогреем я сюда сейчас положу сухой спирт в таблетках вот он 지금 думаю получится вот он вот он Чего-то не горит. О, вроде бы начало. Да, начало гореть. Сейчас мы на это подставим вот эту вот кашу. Вот, пусть нагревается. А мы пока что попробуем то, для чего не нужен нагрев. Например, вот эти вот печенья заливы. А сейчас мою сестру к столу. Но она почему-то не хочет. Ну, сейчас посмотрим. Что у меня такое за печенье? С паштетом. С паштетом съедим это печенье. Ну и вместе попробуем и паштет, и печенье. Одна печенька разрушилась, но ничего страшного. И улетела шалфетка. Сейчас мы, сейчас вот распаковываем. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Паштет на запах. Ну как паштец. Сейчас попробуем на вкус. На вид нормальный. Не пробуй. Сейчас мы, в общем-то, попробуем. Паштет. Ну вот, немножко. Ну. Паштет. Что Саша скажет твое мнение? Паштет. А сам паштет мне нравится. Он вкусный. А печенье, ну, как-то не очень. Слишком уж твердое. Ну, какой паштет у нас. Ну, и сейчас. Мы.. Ну, все, даем вот так. Паштетом. небольшой опять мы будем их разогревать и правда где-то в другом месте их разогревать сейчас мы все это сейчас я вытру простите пожалуйста завтра чемпион не ожидал такого стол немножко прошатался и она просто упала кого я не ожидал никак ну пусть сейчас осталось всего лишь одна цветка паштет попробовали печенье тоже печенье мне не очень понравилось но зато паштет нормальный есть можно ну пока что подождем пока разогреется вот этому я даем все где-то сейчас подождем к разогреется для вас время пройдет незаметно ну что вот наш вот каша рисовая с ялочиной уже нагрелась уже нагрелась но и сейчас будем пробовать и за этот раз моей сестрой ну кто первый если что-то на летом нормально нормально считать что нормально моя но запах она нормальная но ведь тоже такая съедобная есть можно мне понравилось риса сялочина чувствуется мне понравилось мне это понравилось нормально за меня нормально есть можно это что едят солдаты 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 на снеданок я считаю вкусным рекомендую паштет тоже нормально паштет и паштет и каша вкусная и так что скажете по снеданку по снеданку по мне основная еда то есть каша и паштет очень даже вкусная но можно было бы сделать кашу меньше жирноватой и еще можно бы сделать еще как по мне можно было бы какое то другое печенье ну кроме не печенье а хлеб здесь потому что печенье немножко твердоват и а также можно было бы взять поменьше сахара потому что 4 пакетика сахара и всего лишь одно всего лишь один пакетик кофе так так а ты что скажешь вкусно понравилось это мне понравилось но печенье немного твердое печенье твердое ну дедкам понравился сухпайок армейский ой снеданок сейчас будем пробовать обед сейчас рекламная пауза следующее ну еще приходим до обеду ну ắу сейчас разрижим пушковь сейчас вопрос здесь lists из pardon Печеньки. Эти же валеты. Твердые валеты. Ягручина в желе. Сахар и чай. Два цукра. Цукор. И чорный чай. Салфетки. И обед у нас складается всего лишь из одного яловича в желе. Мясо. Ням-ням. Будет вкусно, наверное. Мясо. Дійсно до 21-го. Пойдем. Сейчас разогреем. Пробуем. Я открываю чорный чай. Сейчас моя сестра будет пробовать чай. Потому что пока что консерва разогревается. О, прикольно. В таком пакетике. В таком? В пакетике. Сахар. Я кого тут за много? Чому? Дуже много сахара. Дуже много сахара из одного пакетика. А их тут четыре. У меня два пакетика хватит. Зараз залим водой, нехай пустыне, ну, это заваренный чай, ну, а это пахнет? Запах, нехай, Катя зарел пышет, уже не понимает этот запах. Ну, обычный запах чаю, бумаги. Так, вот такая у нас инфронизированная для разогрева сухпайка печечка. Единственная проблема, в российских есть таганок, тут немае таганка. Так что, если армейцы услышат, можете тоже вложить сухого спирта, чтобы солдаты грели это. Ну, все, консерва нагрелася, и теперь мы будем ее попробовать. Катя, моя сестра, попробуй та опиши. А, горячая. Ни подмухи. На вигляд не дуже, не дуже на вигляд. На смак соляный, соляноватый. Ну, мне не дуже как-то понравилось. Мясо вкусное. Мясо вкусное? Да, а юшка? Юшка, воно слишком соляное. Самое мясо нормальное, но юшка самая, в которой они находятся, соляноватая. Через это портится вкусное мясо. Мясо нормальное. Как на меня, так себе. Как на меня, так себе. Так себе. Сейчас еще я. Сейчас еще. Мясо я тоже пробую. Мясо не много, да? Есть хорошие кусочки. Да, есть хорошие кусочки. Потому что Саша его просто встал. Чтобы было меньше кусочки. Нормально? Как? Папа в печеньку бере. Нормально. Солюноватый трех. Солюноватый, да. Угу. Они были не такие соляные. Угу. Можна реально было бы ему сделать, но он не таким соляным. Но куски мяса таки, покажу поближе, таки достатньо. Достатньо немалые. Ага. И куски мяса очень вкусные. Самое мясо нормальное. Угу. Угу. И яловичное, черное мясо и яловичное. Угу. Ну, это мясо нормальное, а это соляное. Тут написано в желе. Написано в желе. Но оно не в желе. Сольяное желе. Написано в желе, но при разогревании желе растенько. Может мы помилку сделали, что и разыграли? Да, может помилку сделали. Ну, не действительно. Не знаю. Так, чай. Как чай, Катя? Как чай? Сейчас попробуем. Чай пустый. Солодкий. Сейчас я попробую чай. Сейчас мы... Чай самый вкусный. Чай смачный. Солодкий. Ну, смак звичайный. Да, ну, чай звичайный. Самый звичайный чай. Самый звичайный чай. Больше ничего додать не могу. Ну, и еще ароматный. Ну, сейчас перейдем до... вечера. А чай? Чай, пожалуйста. Покажи, пожалуйста. И что скажут наши дитвора по обиду для армейцев? По обиду. Чай смачный. Звичайный чорный. И еще так же есть... Это самое печиво валеты. И яловичина в желе. Мы сделали помилку тем, что мы ее разогрели. И это самое желе разогрели. Но сама яловичина смачная. Куски ее... Куски саме яловичины... Смачные. Великые. Но... Слишком солоное. Самое прошлое желе, так сказать. Я думаю, что если бы мы не нагрели, оно было бы вкуснее. Угу. Угу. Ну... Я дійсно, так скажу. Ну что, переходим до вечері. Зараз ми розпакуем ее. И для этого потребует... Ниж. Какого я... Пока что не видела. На. Вот. Попробуем. Супер. Попробуем. Супер. Попробуем. Мед. Цукор. Супер. Какий у нас тут мед? Жидкий. Чай. Знову чай. Чай. Каша перлова з яловичиною. И ложечка моя. Два галети. Мед. Знову чай. Серветка. И... Чотири цукри. Цукро. И мед. Дву пачки. Дві стати. Почки меда. И салфетка. На. А сейчас я буду сахар. Я чай з медом попробую. То сахар не надо. Я просто меду на ложку, на цей джу собі, або на валет. Два. Я на валет. На два бери. Я мед візьму на валет. Давай, открывай. Яй. Мед длина. А я с Сашей сейчас делаю чай. Такий вигляд мает у нас каша перлова. У нас греется вода, сейчас будем чай делать и греть нашу кашу. Так, ждем продолжения. Так, мы приготовили чай. И добавим мед. И еще добавим одну пачку меда. Чай с медом я тоже попробую. Не могу, потому что не могу распаковать этот мед. Я просто не с той стороны его распаковываю. Это самый чайский. А у нас все литает. Аккуратно. Залим мед. Катя, пожалуйста. Ммм, очень сладкий. Ну это мед. Это очень сладкий и нежный. Это обычный мед. Все, что не на это? Инши на галет. Все, попробуй. Попробуй мед. Я на галет. Мед 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 на галет. Ну я тебе. Старшин, да потекло. Потекло, потекло. Мед квитковый, натуральный, так написано. Мед квитковый, натуральный, очень вкуснее, чем за наш Мед. Сейчас недавно купил Мед. Ну, как на меня смачно. Очень вкусно. Давай, Саш, пробуй чай с медом, сейчас я тебе помешаю. Сейчас мне нужна серветка. Инша, волога. Саш, ты моя. Ну давай я тебе спитковую. Вот так у нас. Тут кашка подогревается. Сашко у нас там сорбает, чайок с медом. Дуже добрый, каже. Сейчас кашка немного покипит, разогревается и будем на нее кушать. Ну что ж, сейчас мы будем пробовать кашу в перелому, а потом чай. Ну что ж, пробуем. Для начала у нас есть кашка. Пробуем перелому кашу. А потом я. Мы все скажем, что на ней думаем. Ну что ж, пробуем. Овса. Овса. Звертаю увагу просто. Ну и сейчас я попробую. Как на меня нормально. Хочется, мне не нравится. Мне вкусно. Это рис. Это перлова. Тут бульончик и мясо. Перловка. Вкусно очень. Я бы сама так хотела. У нас вкуснее. За переднюю. Нет, там тоже было невероятно вкусно, если меня не разогрели. У нас вкуснее за переднюю. И в ней больше содержимого, так сказать, не за переднюю. Палки падают. Ничего страшного. Я их поправлю. Главное, не двигать их. Ну, довольно вкусно. Угу. А сейчас еще чай. Попробуем. З медом уже, не замість сахара. Я не хочу больше чаю. Как на меня, смачно. Чай смачный. Ну, это же самый чай, только уже с медом. Нет, немного солодший, я думаю. Ну, действительно, солодший. Ну, больше мне ничего про это сказать, как на меня. Ну, тут, а не печеньки. А если бы печеньки были с сахаром? Ну, это какие-то. Ну, и что Вы скажете про вечерю? Про вечерю я скажу. Вечеря, там вечеря. Тут добавлю все мед и новая консерва. Я бы сказала, что консерва смачная, даже очень. Да, еще тут есть 2 упаковки меда. И так же черный чай. Как на меня, меду тут достаточно. Тут еще цукор. Цукор, есть 4 упаковки. Ну, как на меня, забагато для одного по 5 чая. И еще с медом. И еще с медом. Мед можно, как на меня, меду тут даже маловато. Но, в целом, мне понравился. В целом, мне понравился вечеря. Хотя, что скажешь? Мне понравилась очень сильно оця каша перлова и чай. Медом, да? С медом, да. Ну, мне попередней понравился. Попередней? Да. Так. Ну, все. Мы попробовали все страви. Снеданок, обед и вечером. И это самокузник. Пробую я и дети. Основная оценка меня цікавить наших меньших детей. Как на меня, моя оценка довольно таки высокая. Если бы я поценивал из 10 баллов, то поставил бы 8. Потому что, по-перше, как на меня, забагато цукору. Один, в одному... А если кто любит очень цукор? Ну, то тогда и 9, если кто любит. И, по-друге, как на меня, погано те, что тут уже очень и очень много галетов. Потому что тут... А если там же не такие... Там же солдаты едят. Им нужно много. Так что... Да. У нас из солдатской точки зрения, то да. Тут нема нет. Оленьких из солдатской. Если из моей, то... Ну, давай. По вкусності страви, Сашко. По вкусності? По вкусності поставил 9 из 10. Это именно через галети, которые... Ну... Твердые. Твердые. А если не вредить галети, то 10. Потому что все иное мне даже очень понравилось. Так. Нагадуем, что у нас был паштет. Вигляд вот такой. Он с маслом. Потом каша рисова с яловичиной. Потом яловичина с желе. И каша перлова с яловичиной. Все доброе. Я так же очень кушал. Все доброе, вкусно. Зараз грею воду собі на каву. Дети выпили чай. Чай с медом. Мед добрый. Дуже добрый. Мне кажется, тут с чем-то розведенный. А может, и такой он есть. Натуральный, добрый. Мед очень добрый. Как на мою думку. Так все скуштовало. Все очень доброе. Мясо скрозь есть. Видите, дети еще едят. Наче им понравилось. Нашим воякам на зоне АТО тоже нравится. Мне больше понравилось. Тут саме з консерв паштет. А з інших страв. А з інших не з консерв. Мені мес. Еще что самое интересное. В других сухпайках я бачу шоколадки. В нашем я не побачу. Нема. Может так. Может не так. Ну так. Всім приятного. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Будет еще очень много и много интересных видео на нашем канале. Всем до свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok